МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Без суда и следствия в Нижнекамске ветеранов отправили в исправительную колонию. Чем заслужили такое опрощение? Тайны зазеркалья, что скрывается за отражением? И как оживают в зеркале образы? Какой мистический секрет раскрыла казанская художница? Все это и многое другое расскажем прямо сейчас. Это Вести Татарстана на канале Россия 24. В студии Льмира Заляева. Здравствуйте. А после выпуска не пропустите традиционную передачу Тересы и Лям. Это во второй половине часа, а пока главным темам. Сегодня ночью в Альмитевском районе на трассе Казань-Оренбург в Кювета прокинулся автомобиль. На ликвидацию последствий происшествия выехало 4 машины, сообщили в МЧС. Данные о причинах сейчас уточняются. Пострадавших нет. Похожая авария произошла 14 ноября. В Кювета прокинулся микроавтобус с детьми. В Киеве погиб один человек, педагог, сопровождавший школьников. Сейчас полицейские просят откликнуться свидетелей этого ДТП. Номера указаны на экране. Богатство Татарстана обсудили сегодня в Государственном Совете Республики. Там прошел молодежный форум. В чем самая главная ценность? Юные участники не сомневались. В дружбе народов. А вот какие вопросы вызвали споры Инна Данилова? В Малом Зале Госсовета Республики 140 ребят. Представители разных национально-культурных автономий Татарстана. После обзорной экскурсии по зданию серьезный разговор со спикером парламента о мире и согласии. Причем, если послушать самих ребят, не только среди народов Татарстана. Хотя форум республиканский. Задача объединения все-таки. Потому что после распада, после образования Российской Федерации все равно были потеряны какие-то связи. А сейчас все равно это все восстанавливается. О том, что необходимо не допустить межнациональные и ридезные конфликты, говорил на открытии форума и председатель Госсовета Татарстана. Ведь жить в таком мире становится все труднее. Вопросы толерантности межнационального мира и согласия выходят на первый план. В условиях экономической нестабильности, в условиях рыночной экономики, когда не всегда молодежь может применить полученные знания по своей профессии, иногда остается невостребованной. Появляются недовольства в обществе, а иногда и антагонизм и противоречия. Татарстан многие десятилетия славился мирным сосуществованием разных народов. И сейчас должен показать в этом пример. Сегодняшний ваш форум послужит импульсом для того, чтобы подобные мероприятия прошли и в других субъектах Российской Федерации. Впрочем, на первом межнациональном форуме ребят ждут не только серьезные диспуты и круглые столы, результатом которых станет своеобразная декларация дальнейших действий. Программа проведения первого республиканского межнационального молодежного форума чем-то очень напоминает детский лагерь. Вот, например, подъем в 8 утра, затем завтрак, зарядка. Но, что гораздо более важно, до отбоя в 23 часа, очень насыщенная разными событиями программа. Ведь творчество и общее дело способны сдружить людей гораздо сильнее даже самых искренних уверений к дружбе. Инна Данилова, Ленар Хабибуллин, Вести, Татарстан. В Москве подвели итоги реализации общественных и военно-патриотических проектов Приволжского федерального округа. О проделанной работе говорил полномочный представитель президента России в ПФО Михаил Бабич. Он отметил, что положительных результатов больше. И успех этот во многом зависит от финансовой поддержки федерального центра. Михаил Бабич также поблагодарил глав регионов за активную помощь. В этом году в рамках проектов тысячи ребят провели лето в спортивных лагерях. Теперь многие из них хотят поступить в военные вузы. Все главы субъектов эту работу поддержали. Средства необходимые в бюджеты заложили. Программы дополнительного образования сейчас в регионах сформированы в этой части. И, конечно, за счет этого мы кратно увеличим количество участников. Собственно, это и есть основная задача. Чтобы не профессиональные подготовленные люди соревновались между собой, а чтобы вовлечь как можно большее количество детей, как можно большее количество молодежи в эту работу. Тут не спортивные результаты важны или какие-то иные достижения, а именно массовость, возможность создать альтернативу для них. И образовательную, и воспитательную, и спортивную. Для того, чтобы они росли просто полноценными людьми, полноценными патриотами в своей стране. Потратили вроде на рубль, а заплатить пришлось больше. У челнинцев показания счетчиков никак не сойдутся с цифрами в карт-плате. Как бы ни экономили, начисляют всем по нормативу. И делать перерасчет в управляющие компании даже не собираются. В чем причина расхождений в суммах и мнениях в репортаже. На кухне вообще не включаем. В зале тоже только спальня. Экономили, экономили, говорят жильцы. А сумму посчитали по нормативу, а не по показаниям счетчиков. Один год, прошлую зиму, брали правильно, как бы по счетчикам. Дом очень теплый, мы не пользуемся теплом. А в этом году из-за одной вот квартиры, даже не разобравшись ничего, там пользовалась она теплом или нет, и стали брать опять по общему нормативу. Хозяйка той самой квартиры хотела заменить неисправный счетчик по гарантии. До управляющей компании потеряли техпаспорт. Техпаспорт не был предоставлен. Понимаете? То есть есть тяг. На него официального ответа так и не получено. Техпаспорт все же нашли, но сломанный прибор заменить не удастся. Истек срок гарантия. А новость стоит от 10 тысяч рублей. Покупать его женщине придется самой. По замене данного оборудования у жильцов, как бы, имеется два варианта решения вопроса. Данное оборудование является личной их собственностью. В связи с этим они могут за свой счет поменять данные, произвести замену данного оборудования. Либо, согласно 261 федерального постановления, могут обратиться в ресурсоснабжающую организацию с вопросом установки счетчика и с предоставлением рассрочки сроком до 5 лет. Других вариантов здесь нет. Так что придется жильцам ждать, какое решение и когда примет их соседка. Ведь, по словам жилищников, начисления по индивидуальным показаниям они могут производить лишь в случае стопроцентной оснащенности дома приборами учета. Альбина Шакирова, Елена Портнова, Вести Татарстан, Набережные Челны. В понедельник с 8 утра и до 6 часов вечера в Казани временно прекратят работу эфирные передатчики, что транслируют телеканалы «Россия-1», «Россия-культура», «ТНВ» и радиоканал «Радио-Россия». Как сообщают в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций республики, связано это с проведением плановых работ на радиотелецентре. Завтра во всем мире отметят День недоношенного ребенка. В Татарстане акции, приуроченные к этой дате, идут уже несколько дней. Одна из них, к примеру, прошла сегодня в ДРКБ. Нам каждый ребенок дорог. В рамках проекта «Маленькое чудо». Его организовал фонд социально-культурных инициатив. В больницу пригласили родители с детьми, которые появились на свет раньше времени. С подросшими малышами встретились врачи-неонатологи. Перед мамами выступили специалисты ДРКБ. За решетку отправили в Нижнекамске ветеранов труда. Но вовсе не отбывать срока, а просто предаться воспоминаниям. Здесь бывшие служащие провели не один год своей жизни. В преддверии профессионального праздника им решили напомнить о прошлой работе и показать, что изменилось в колонии. Каждый из них проработал в колонии не один год. Только просто прийти на место своей бывшей работы они не могут. Объект режимный. Но в день работников уголовной исполнительной системы ветеранам дали возможность перешагнуть через порог КПП и снова очутиться здесь. Просто красота стала, навели вот здесь. Раньше же что там было? Железная просто, а сейчас производство покрасили все там, убрали. В общем, приятно даже заходить. Первым делом посетили столовую. За последние годы она сильно преобразилась. Ознакомились не только с интерьером, но и с меню. Попробовали хлеб, который пекут заключенные. Масштабы производства поражают. В тюремных печах выпекают почти 800 булок в день. Дальше ветераны увидели то, о чем они думать раньше не могли. Это кубрики, где спят осужденные. Больше смахивает на средний номер в бюджетной гостинице. Ремонт, плазменный телевизор, шкаф. Головная система до 2016 года подразумевает себя отказ от отрядной системы воспитания, переход на индивидуальную работу. И с этим планируется создать кубриковую систему содержания. То есть по три, по шесть спальных мест. Вот в таком ключе. А это цеха, где работают заключенные. Здесь производят кованые изделия. Потом их продают в одном из торговых центров набережных Челнов. С соседним городом сотрудничают и в этом цехе. Здесь изготавливают детали для завода КамАЗ. Затем посетили церковь и мечеть. Там же бывшие работники колонии поговорили с заключенными. Отец Иоанн, отец Сергий, отец Иоанна, отец Константин, отец Сергий. Четверо они получают. Хорошо. Очень хорошо. По лицам ветеранов видно, что они приятно удивлены тем, как преобразилась колония. Особенно это заметил Георгий Нестеров. Он строил эту зону. Грязище было. Ездили на УАЗике. И трамваи тогда еще не ходили. Иногда пешком ходили. В общем, грязище было. После ветераны собрались за праздничным столом, чтобы отметить день работника уголовной исполнительной системы. Повод собраться еще раз вместе будет не через год, а зимой. Работники четвертой колонии отметят 45-летие своего учреждения. Александр Комаров, Ренат Харасов. Специально для вестей Татарстана из Нижнекамска. Елабужские мамы, которые находятся в декретном отпуске, сели за парты в городе. Вот уже несколько лет успешно работают курсы при местном центре занятости. На них можно освоить новую профессию. К примеру, бухгалтера, менеджера по персоналу, косметолога или художника по ткани. В этом году появилась новая специальность швея. Занятия проходят в политехническом колледже. Пока мамы осваивают технику безопасности. Впереди у них практические занятия, экзамены и получение диплома. Претендует на него 10 декретниц. В центре занятости уверенность желающих со временем прибавится. У нас была программа контрольных показателей. Это 12 человек. Но так как большое количество было заявок от женщин, то мы попросили в министерстве увеличить эту программу. И сияет, и блестит, никому оно не льстит. Загадка, ответ на которую знает даже ребенок. Зеркало. А вот какие тайны скрывает само волшебное стекло, не знают даже опытные мистики. Зато секрет этот раскрыла казанская художница и даже готова им поделиться. Все, что нужно, посетить мир Зазеркалья. Первыми там побывали наши коллеги. Ей была интересна тема зеркала. Казалось, оно наделено какой-то тайной. И словно лиса из известной сказки, она попробовала заглянуть в мир Зазеркалья с помощью красок. Так родились эти картины. Всего 21 работа. На каждой присутствует зеркало. Но свое, особенное. И каждая рассказывает свою историю. Ну, например, вот картина отражения в круглом зеркале. Там, значит, ночью морд. Васильки. А рядом с зеркалом стоит маленькая фотография старая. Двух девочек. Девочки сидят возле нарядной елки. Елки, Рождество. То есть, как бы, воспоминание о том, что есть зима и лето. В других зеркалах отражается целый ряд магических персонажей. Например, сфинкс с человеческим лицом. А есть работы, которые рассказывают о детстве художника и его счастливых моментах. Будь то еще один натюрморт. Банки с березовым соком или музыкальная шкатулка. Эту шкатулку мне подарила моя бабушка. Она играет мелодию мемори, память. То есть, я когда открываю эту шкатулку, я вспоминаю о бабушке. И эта мелодия, она как бы, ну, не дает забыть то, что было, тех людей, которые ушли. Сегодня вот у меня достойная смена. Аня, например, прекрасные работы, просто я ее поздравил. И здорово, это такой красивый альянс. Василия Хузина, Александр Решеткин, Вести, Татарстан.